Объем работы трех врачей за 2000 гривен в месяц. Сколько нужно зарабатывать дончанам, чтобы удовлетворить элементарные потребности? Соотносим ли с этим уровень зарплат? Об этом в результатах исследования журналистки Лариса Лесняк. Далее. Цены у нас действительно московские и питерские. Но если в Москве и в Петербурге минимальная заработная плата для выживания составляет 30-40 тысяч рублей, то у нас пенсия 4 тысячи рублей. Зарплата медицинской сестры ниже, чем зарплата дворника. Потому что требуются дворники, и им предлагается зарплата от 1400 гривен. Уборщица служебных помещений зарплату предлагает от 1500 гривен. А медицинская сестра – 1040 гривен. И сейчас требуется тоже много вакансий, очень много преподавателей, именно школьных. Вот в Донецке 48 требуется, в Горловке, например, 11. Но зарплаты их, максимальная зарплата – это 2000 гривен. При том, что, вот я сказала, что минимально, чтобы прожить, нужно 3-3,5 тысячи гривен. Очень хорошо зарабатывают перевозчики, потому что эта сфера рынка, она очень теневая, и есть большая потребность в перевозках, как пассажирских, так и грузоперевозках, через линию разграничения. Здесь большие у них заработки, конечно, здесь их как бы никто не раскрывает, но и нет вакансий по этим специальностям. В связи с тем, что очень много вернулось людей, очень много транспорта, мало того, что у нас дорогой бензин, его нет, но если он завозится, он очень низкого качества, соответственно, машины ломаются, и очень высокий сейчас спрос на услуги СТО. Поэтому даже вакансии слесарей автомобилей на СТО тоже высокие от 4 тысяч гривен. Очень низкая социальная защита у всех, кто работает на неподконтрольной территории. Не выплачиваются больничные, не выплачиваются отпускные и так дальше.